Проект «Выездная администрация» продолжается. Среди приоритетных направлений работы – обращение граждан в добродел, сроки и качество их выполнения. Основное – благоустройство придомовых территорий, ремонт дорог, общественный транспорт. Проводим систематические совещания, разъясняем, где мы можем улучшить качество непосредственно по полноте даваемых ответов, где мы можем улучшить качество проведения работ, что снизит негативную реакцию жителей и возвраты данных обращений в виде ответов, которые мы даем. Глава муниципалитета подчеркнул, каждый, кто обращается с проблемой, должен получать не отписку о ходе выполнения задач, а результат. Мне бы интересно было видеть на следующую планерку сжатые цифры, сколько отложенных, сколько повторов, какие, так скажем, за неделю наши успехи. У нас должен план быть сопоставим с фактом, то есть вы на каждую неделю, на каждый месяц должны себе поставить план, как мы снижаем по каждой позиции показатели, улучшаем свой рейтинг. Из этой тепловой карты я как житель смогу оценить, хорошо работает администрация или плохо. Обсудили ситуацию, связанную с COVID-19. По словам заместителя главы Олега Дмитриева, в Одинцовском округе ведется интенсивная работа по подготовке коечных мест для лечения больных коронавирусом. Коечный фонд составляет 1901 место. Это 130 коек инфекционного отделения Одинцовской областной больницы. В Никольском подразделении Одинцовской областной больницы 200 коек, 551 коека, 45-е. И во временном госпитале «Патриот» уже развелся на сегодняшний день 1020 коек. Вакцинация от гриппа в округе проходит успешно. Уже привиты 56% целевых групп населения. Это также поможет противостоять распространению коронавирусной инфекции. Андрей Иванов напомнил, что в Подмосковье усиливается эпидемический контроль и ужесточается масочный режим. Ситуация с ковидом сейчас крайне непростая. Мы, конечно, должны приложить все усилия для того, чтобы заморозить такое активное распространение болезни. Чтобы не получить то, что мы видели весной, тотальное ограничение и закрытие предприятия. Участники встречи также обсудили вопросы капитального ремонта учреждений образования. Один из успешных примеров – школа в Ершове. Работы здесь практически завершены и уже с понедельника здесь смогут учиться дети. Елена Кравченко, Жанна Набок, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».